здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале давайте сделаем вместе сегодня булочки волшебные булочки молочные пышненькие часто их называют японскими булочками хоккайдо но вообще-то рецепт пришел из древнего китая может он даже древнее китайской стены давайте сделаем вместе только сначала давайте посмотрим какие внутри наши булочки они очень имеют интересную структуру они слоятся и одновременно я даже не знаю какой-то волшебный омлетик друзья ну очень интересное мягкое тесто просто какое-то волшебно нежное правильно говорят как пух вот это булочки как пух давайте приступим будем делать булочки чтобы сделать наши булочки самом начале нужно сделать закваску для теста она называется тянь джон в ней самая главная китайская хитрость для этого нам понадобится 40 грамм муки и 200 грамм питьевой воды 40 грамм муки стакан воды потихонечку размешивайте на средненьком огоньке как бы заваривать муку но чтобы она конечно же не кипела не варилась то есть где-то в районе 70 градусов видите густеет мука все вода наша как вы видите исчезла и превратилась вот в такой тянь джон сейчас мы его снимем с огонька заметьте ничто не кипела просто заварилась мука все закваска готова охлаждаем ее ставим в холодильник моя остывала 6 часов поэтому ее лучше сделать заранее так закваска готова теперь расскажу что надо для теста нам понадобится мука здесь 720 грамм 2 яйца 2 столовые ложки уже мягкая потому что стоит на столе размягченное сливочное масло 2 столовые ложки 50 грамм половина пачки свежих дрожжей дальше пол стакана сахара дальше полтора стакана молока 200 граммовые стаканы легко запомнить эта тарелочка будет в самом конце использоваться здесь два желточка и ложка столовая молока значит 2 чайные ложки соли и чуть не забыла ложечка подсолнечного масла вот она в конце стола и естественно глаза туда не смотрят она нам понадобится в самом конце когда мы уже практически замешаем тесто 1 ложечка друзья полтора стакана молока просто чуть-чуть на чуточку нагреть до дрожжи в молочке растворяются добавляем сахар добавляем сахар и немножко муки просто чтобы заработали дрожжи вот такая парочка будет у нас размешиваем сейчас лучше это венчиком сделать сейчас я возьму оставляем на 10-15 минут наши дрожжи чтобы они начали работать мука в муку опускаем соль наши две ложечки соли чайная вы помните теперь открываем наши дрожжи которые вот такой шапочкой замечательно уже готовы мы сюда перемешиваем аккуратненько обожаю тесто дрожжами и потихоньку добавляем все остальное закваску не забываем нашу танч конг уже остывшую так друзья не забыли про яйца два яйца размешиваем можно конечно же у кого есть тесто место с крюками вот этими замечательная штука вот которая у меня успешно сгорела вы можете пользоваться ею но можно и вручную ребята не расстраивайтесь всего равно больше десяти минут на это дело не уйдет мы за 10 минут делаем прекрасное тесто куда-то тем крюкам друзья мои замешивается и понятно сейчас она липнет к рукам я уже руками и вы тоже у кого нет тестомески руками теперь вот на этом этапе добавляем маслечко и вот маслечко смотрите это тесто перемешивается вместе со сливочным маслом прям вот так всей ладошкой вмешивайте его внутрь собирая по бокам друзья мои ну 10 минут так наверно прошло я показываю какое оно живое должно быть но уже потихонечку я буду сейчас медленнее делать то есть почти практически не пристает к руке почти вот но мы еще сейчас не добавили маслечка вот эту ложечку сейчас нам необходимо добавить столовую ложечку все и еще раз с этой ложечкой мы идем как бы зачерпывая по бокам к центру вот друзья мои вот такое оно должно быть вот такое живое не забитая мукой вот такое и нам нужно на одну секундочку переложить в другое место здесь смазать буквально ложка ложечка бортики дно вернуть тесто на место и оставить его подыматься на полтора часа прячем наши будущие булочки пока виде тесто на полтора часа в теплое место ребят друзья мои прошло 40 минут подошла и вижу что нужно обнять и вы так сделайте мои хорошие вот так хорошо и опять закрываем полтора часа наши прошли вот наше замечательное тесто подросло это красивое аккуратненько пускаем воздух него кислород вот такое живое так ребята теперь делим на части сначала пополам сначала пополам еще пополам еще пополам еще пополам еще пополам так раскатываем круглешочек вот такой кружочек раскатали потом буквально вот таким рулетиком закручиваем можно и так оставлять тогда будут булочки ну такие длинные батончики но нам же нужно красивая кругленькая булочка поэтому берете просто закручиваете в улиточку перевернули здесь смазано маслечком промасленная бумага растительным и посыпано мукой ничего больше друзья мои буквально на 10 минут оставляем их в покое пусть они немножечко постоят отдохнуть перед духовкой и через 10 минут мы их помажем вот получилось пол из половинки восемь значит еще нам нужно разрезать тоже на восемь на восемь частей вот так сюда старайтесь мукой не забивать видите я еле прикасаюсь просто к муке просто чтобы чуть руки были капелюшку присыпано мукой так ребята ложечка молочка помните два желтка размешаем смазываем булочки сверху они уже у нас подросли нас мы прошло ставим в духовку на 190 20-25 минут обычно 20 минут вот так ребятушки такие ниши булочки но мы пока не будем вынимать чуть-чуть остынут потому что очень уж горячие вот такие ребята запах обалденный хотя никакой же ванильки ну просто вот зуба пищевых хлебчик когда печется друзья мои эти булочки 24 минуты которые мы держали мощное нужно было еще трошечку подержать очень вкусно потрясающий запах интересное очень тесто просто я даже не 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 могу передать я но эти булочки они сдобные все но ощущение такое что здесь столько яиц масло но сдобы а на самом деле же здесь же на такое количество два яйца а эти смотрим тоже только что вытащили они не подгорели они просто здорово зарумянились эти хоккай дужки ну что ребята мы молодцы спасибо что вместе со мной пекли у нас получились замечательные изумительные булочки пышные воздушные и на самом деле они совершенно нейтральные они не сладкие и не соленые вы можете абсолютно спокойно их из чем-нибудь утром кушать чаем и так далее еще мне быть сладеньким и не сладеньким спасибо большое подписывайтесь на мой канал ставьте лайки удачи вам добра и солнышко